В Твери вспомнили подвиг 6-й роты ВДВ. Вечер памяти, посвященный 20-летию боя у высоты 776, прошел 10 марта во Дворце культуры Пролетарка. Вспомнить один из самых трагичных эпизодов Второй Чеченской кампании собрались сотни тверичан. 90 против 2,5 тысяч. Именно о таком соотношении сил пишут официальные источники, рассказывая об одной из самых мрачных страниц Второй Чеченской кампании. 29 февраля 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в неравную схватку со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков в Шатойском районе Чечни. Задача была простая, а не отдать высоту 776. Банде поставлена задача прорваться дорогой на Дагестан и начать хаос в центральной России. Но на пути встал горско-десантник, как говорили гоблины. Но они отстояли высоту. Это низкий поклон их родственникам, то, что они это сделали. Неравная схватка продолжалась меньше суток. Выжить не удалось лишь шестерым военнослужащим. Шестерым из 90. Среди погибших двое уроженцев Тверской области. Денис Требин из Конаково и Сергей Козлов из Оленина. Именами героев в их родных городах названы школа и одна из улиц. На вечере памяти, посвященном 20-летию подвига шестой роты, присутствовали мать и сестра Сергея Козлова. Женщины, едва сдерживая слезы, вспоминают своего погибшего героя. Он был замечательным человеком, коммуникабельным, спортивным. Человек-душа, красавчик. Имел очень много друзей. Сейчас все друзья поддерживают с нами связь. И все его помнят. Рудолюбивый, отзывчивый. Всегда всем помогал. Буквально не внушался никакой работы. Всех любил. Всем письма слал. И бабушке своей. И маме с сестрой. И всем своим дядям. Вместе с Оксаной Дроздовой и Галиной Козловой подвиг героев-десантников этот день вспоминали десятки тверетян. Это члены патриотических организаций, действующие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Со сцены звучали военные песни и стихотворения, объединенные темой патриотизма. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Такой лейтмотив объединял в этот день все выступления. Своим ратным подвигом они показали достойный пример нам с вами. Они не оставили нам шанса где-то слукавить, где-то быть нечестными перед самими собой. Все мы с вами должны быть достойны ратного подвига российских бойцов. Память погибших десантников, собравшиеся в ДК пролетарка, почтили минуты молчания.